Политолог Олег Лесный присоединяется к нашему эфиру. Олег, добрый вечер. Рады вас видеть. Посмотрели мы сюжет о преступных псевдовыборах, которые организовывает Кремль на временно оккупированных территориях. Вопрос у меня к вам и простой, возможно даже наивный, с одной точки зрения, но и очень сложный. Какой должна быть реакция мирового сообщества на эти выборы, которые организовывают на временно оккупированных территориях, под дулом практически, и какой она будет реально? Какой должна и какой будет? На самом деле, какая должна и какая будет, это одно и то же, потому что большая семерка, если не ошибаюсь. После выборов в Госдуму мы этого не увидели, к сожалению. Что не признают выборы на этой части оккупированной территории, они не признают. Это ничего нового нет, в этом это прогнозируемо, это знает Путин. Но на самом деле, по большому счету, хотелось бы, чтобы из-за этой части не были признаны все выборы. Ну это логично на самом деле. Если какая-то часть выборов вне закона, следовательно, легитимность всех выборов, она становится равна нулю. Вот такого никогда не будет, потому что все равно остается иллюзия, что когда-то с Путиным надо будет договариваться, и Путин, к сожалению, должен быть легитимным. Это вариант так себе, но мы не первые выборы, даже какие выборы. Это переназначение Путина, переназначение Думы или еще чего-нибудь. Это все фикция. Мы каждый раз видим одну и ту же реакцию, что на оккупированных территориях их сначала было меньше, потом стало больше после полномасштабного отторжения Российской Федерации в Украину. Но реакция одна и та же была. В нынешней ситуации ничего более сильного, нежели это было раньше, ожидать не стоит, к сожалению. А вот интересно понимать, как с точки зрения политтехнологии вообще это оформляется, и для чего, в принципе, придуманы выборы на оккупированной территории. Понимаю, что их никто не признает, они не будут легитимными, но они Путину и Кремлю нужны. Для чего? Объясните. И для чего надо показать именно большую явку, чтобы легитимизировать путинскую власть и таким образом сформировать представление, видимое мнение, что вот народ ему что-то разрешил делать, в том числе на оккупированных территориях. Как это политтехнологи обосновывают? Ну, во-первых, там, где перевыборы или переназначения, мне кажется, роль политтехнологов, она так себе. В принципе, как и сама процедура, это псевдовыборы. То есть это как бы фикция. А Путин, у него есть такой пунктик, не знаю, может, юридическое образование в нем чешется, извините за выражение, но он хочет, чтобы все было как бы юридически красиво. Но с другой стороны, я должен сказать, что на этих выборах, они отличаются от предыдущих, есть один большой позыв у Путина получить не легитимность, а сакральность. То есть я где-то с сюжетом предыдущим согласен, что будет набираться максимальное количество, то есть рисоваться максимальное количество голосов для того, чтобы показать россиянам сакральность Путина, что только он может быть один и больше никого. Потому что он сражается с плохим Западом, Россия, осажденная крепость. И если не Путин, то либералы или кто-то, кто угодно, засланцы Запада, они разрушат тот мир, в котором привыкли жить россияне. А зачем показывать это на территориях, которые оккупированы? Ну а как по-другому? Мы же видели, как очень спешно присоединяли эти территории, записывали их в Конституцию, а буквально через очень короткий период некоторые из этих территорий, которые уже были записаны целыми областями в Российскую Конституцию, украинская армия освобождала. Ну и что? Глубиный народ проглотил. И здесь Путин может сказать, что смотрите, вот там, вот там, где я освободил, за меня практически все. И россияне в это поверят совершенно спокойно, потому что телевизор у них все, он заменил реальную действительность. И это будет вот такая вот картинка внутрь страны, что мы освободители, конечно, в кавычках, но мы их освободили, и они за меня полностью проголосовали. Вот, смотрите, значит, я буду продолжать. То есть, если считать это между строчек или даже не между строчек, а как намерение, то Путин плевал на весь мир, признает он, не признает. Главное его сакральность и главное то, что он будет продолжать приращивать территории, если ему не помешают. Ну вот смотрите, как серьезно путинская власть к этому всему подходит. Украинский центр национального сопротивления сообщает, что все руководители учебных заведений и других фейковых структур на временно оккупированных территориях заранее получили план явки подчиненных на избирательные участки. Также руководители предупредили, что будет применяться видеонаблюдение с системой распознавания лиц. Я не знаю, возможно ли это с системой распознавания лиц на временно оккупированных территориях, но тем не менее, есть такая информация. Центр национального сопротивления призывает всех украинцев на временно оккупированных территориях саботировать эти мероприятия, но скажите, по вашему мнению, реально ли их саботировать в условиях такого прессинга? И возможно, есть какие-то советы, лазейки, чтобы украинцам не участвовать в этих мероприятиях? Ну, тут же вы сами вначале сказали, что уже все решено. То есть, сколько не придет человек, то есть, если вообще даже никто не придет, они придут на картинки. То есть, по большому счету, для безопасности граждан, потому что мы можем советовать с более-менее мирных территорий в том, что вы можете саботировать, можете не идти, но давайте будем реалистами, это угроза для граждан. На самом деле. И если брать, что результат уже и так решен, ну, по большому счету, я бы не принуждал наших граждан, которые оказались, к сожалению, на оккупированных территориях, делать какие-то демарши публично. То есть, не публично можно делать, например, могут быть партизанские движения, которые могут уничтожать бюллетени, могут уничтожать избирательные участки без граждан на территории, до того я имею в виду. Но это все можно делать для того, чтобы просто портить этот праздник тщеславия Путина. Но вот, чтобы подставлять граждан под репрессивную машину, мы же прекрасно знаем, чем закончится для этих граждан. Там кто-то расскажет, и опять они окажутся или вновь на подвалах. Я считаю, что в этом перформансе стоит имитировать участие для того, чтобы просто выжить. Мы всегда, когда обращаемся к нашим согражданам на временно оккупированных территориях, не устаем повторять, что их главная задача выжить, дождаться вооруженной силы Украины и нас. Главная задача выжить, не геройствовать, если это ни к чему не изменит абсолютно, вы правы, ситуацию. Еще одну тему мы хотели с вами, Олег, обсудить. Она тоже как-то касается этих псевдовыборов в Российской Федерации. На них, к сожалению, не повлияет смерть Навального, одного из главных оппозиционеров в России. Об этом даже Владимир Зеленский отдельно упомянул во время своей пресс-конференции. Считает, что смерть Навального в России прошла слишком мягко. Сегодня, кстати, 9 лет прошло ровно с того дня, когда Путин убил Бориса Немцова. И очень было много кадров хроники о том, как тогда отреагировала и Москва, и многие города в Российской Федерации. И это были многотысячные митинги, стоит отметить. За 9 лет смерть одного оппозиционера, смерть второго оппозиционера. Что мы видим? Насколько деградировало это общество? Или его удалось максимально запугать, что мы не видим подобных манифестаций? Мне кажется, этот процесс состоит из одной части, которую вы сказали, и со второй. То есть деградация – это то, на что идут граждане со страха или просто из-за оболванивания. И у нас звучали такие интересные мысли, когда узнали про смерть Навального, что вот, может быть, кто-то подымется. Понятно, что мерили не тысячами, не миллионами, но думали, что это будет какой-то протест. Хоть подобие протеста. Но глубинный народ выбрал просто молчать и роптать на кухнях. То есть он на самом деле несет, я имею в виду народ, несет полную ответственность за то, что делает Путин. Потому что я не устаю повторять, что Путин – это вершина айсберга, есть коллективный Путин. И это не его окружение. Это народ, которому нравится или который не готов протестовать против того, что с ним делают. Поэтому на самом деле это отупение, разочарование и отсутствие гражданского общества и гражданской позиции у большинства россиян. Рассказывать о том, что они могут переглядываться в очереди, когда они подписывались за Надеждина, но это максимальный протест, который был. Мы не берем в учет, что выходили матери и жены погибших на войне с Украиной. Это тоже не взлетело. Поэтому на самом деле будущего у нынешней России через протест, мирный протест, как они говорят, что нас там убивают, нас все остальное делают, и там загоняют в тюрьмы. Ну даже вот оппозиционеры, которые уехали, Невзора в частности, который сказал очень классную фразу, мирный процесс себя изжил. А на другой протест, добавляю от себя, россияне не готовы. Вот и все. Это трагедия для такой большой страны на самом деле. Но в Кремле, судя по всему, в этом окончательно еще не убедились. Иначе чем можно объяснить, что команда Навального не может найти ни один зал для прощания, а всем ритуальным службам в Москве было дано указание отказывать семье Навального в похоронах? В организации похорон. Ну, Путин трус. Он убил Навального. Да, можно сказать по-разному. Как Буданов говорит, оторвался от ромбы. Это правда. Но процесс убийства может растягиваться. Знаете, маньяки иногда свою жертву убивают очень много часов и дней. Поэтому Путин его убивал. Он так и поселил его в такую тьму-таракань, чтобы он там умер. То есть он сразу же, когда его посадил, это было уже убийство, которое началось. Потом оно закончилось логически. А страх все равно присутствует. Он боится любую, любой момент, который может поддать сомнению его сакральность. И поэтому он, как любой диктатор, он готов дуть и на воду. Потому что ему снится до сих пор два фильма, мне кажется, документальных. Это «Майдан в Украине» и «Смерть ливийского лидера». Он очень сильно переживал, когда видел, что с ним делали. И это на нем оставило очень большой отпечаток. Да, Олег, спасибо, что напомнили об этом. Надеемся, все преступники понесут наказание. Ну, в случае с Путиным тоже. Ну, там, может быть, трибунал, о котором мы тоже периодически говорим. О судьбе Каддафи, о чем говорил Олег. Спасибо большое. Олег Лесный, политолог, был с нами на связи. Да, всего доброго. Всего доброго.